Много видов на одной территории. К сожалению, не все растения могут показать... Не, ну понятно, оранжерея все-таки сдержана. По ней вьется монстера. И рядом близкий родственник монстеры филодендра. Вот о которой я мечтаю. Которая у меня была, кстати, куми отдала. Здесь, там шинопальня у нас тоже интересно вьется. У нас можно даже чуть-чуть выглядеть. Вот филодендрона. Вот филодендрона. Вот многие у нас любители сейчас. Это прям пик мода на него. Филодендроны всякие. Здесь более мягкие, более крупные виды. Просто против света очень плохо. На крайний случай я залезу очень аккуратно во внутрь и фотографирую. Просто мы перегражаем, потому что, во-первых, ступеньки такие, чтобы никто не зацепился, не травмировался. Второй, когда большой поток людей... Вот то в углу растения, это что? Вот большое деревце. Большое? Пошел смотреть. Если не ошибаюсь, тоже что-то из фикуса. Просто фикусов тоже очень много всяких видов. Ну вот против света очень плохо. Нет, это каринокарпус. Каринокарпус? Да. Какой классный. Названия какие интересные. Очень высокий. Очень высокий. Прямо что-то наверх. Самый высокий это у нас. Это вот растение очень интересное. Что такой интересный? А то переклетем, переклетем так. Как беседка, слышишь? Можно спрятаться под него. Ну так формировали, наверное. Да, и листики. Вот так. Названия никто не регулирует, просто не успевает это сделать физически. Поэтому, скорее, это природно. Да, да. Подвязываясь, слышишь, а по возможности, смотришь, что будет. Растения, которые приносят деньги, скажем так. И также семена иногда не успевают выстревать на родине, потому что бизянки разные языкомы любят есть фишки. А ствол какой-то такой? Да. Потому что растение реликтовое, это еще не ствол, не листья. Коренесушка, можно сказать так. Я просто не помню точно название правильное ботаническое. Черстист. Прорасти растения. Вот один вид. Там, получается, споры должны попасть в воду. Продвижать там некоторый период. Встретится мужская и женская споры. Тогда только прорастет новое растение. Покоротники, первое растение, которым надо было выжить в природе. Цепляется за меня. Я бы даже сказала, не очень принятые. А когда трешь листики, запах есть? Чи нет? Не сильный. А где тут? Старый такой. Насекомый. Слушай, а его еще и не потрешь. Он такой, как пластиковый. Чтоб запах почувствовать. Вот этого перчика. Слушай, такая лиана здоровая. Прям под потолок. До 10 метров. Это кактус. Изначально кактусы, до того как переселились в пустыню, были такими. То есть мы видим колючки и листики. А вот, вижу, вижу. Да, да, да. Вот, вот, вот. Ну, потом колючки отмерили. Листики тоже. И, соответственно, тот фикус, который мы привыкли. Вот. А где же его это самое? Только колючки остались? Или что именно? Ну, кактус, я имею в виду. От кактуса колючки, да. Только колючки остались? Колючки и цветок похожий. А вот, вот, вот колючки и вижу. Вот они. Вижу. Да. Что это такая за красота? Суши. А, вот. Жовта, залия, крестовник большой. Постоянная зимняя температура должна быть не менее 22 градусов. Какой он высокий, я его не достану. Класс. А это мелколистный фикус, да? Да. А рядом вот это тоже перец липолистный. Ой, страшно. Ступеньки. Перчик такой. Ой, гляньте, он меня обнимает. Надо ему как-то зацепить его вот так, да. Потрясающе. А листья какие прям. Ух. А у манго красивые листья. Мне нравятся. Да, у манго красивые. Класс. 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 Мы гуав уже ели, насколько я понимаю. Гуаява. Ну, гуаява, да. Если так дословно. Она. 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 Большая такая. Ствол. Глянь, какой гладенький. Класс. Так это вот как раз то, что мы кушали, да? Да, да, да. Именно в зале. С кучами коры. Вот зря я, наверное, фонарик взяла. Вот эвкалип. А вот она. Видишь? Чуть-чуть. Еле-еле так. Не трогай, но она молодое дерево. Не надо. Ну, это да. Очень-очень молодой еще. Эвкалип. Но ствол чуть-чуть уже цветной. Такой видно чуть-чуть. Ему приблизительно 25 лет. Да? Ничего себе. Они приблизительно были с брахихетоном, посажены в один период. Вот. Вот это брахихетон. Такое интересное название. Еще он уже от бутылочного дерева. Но, как видите, бутылки у нас мало воды. Да, да, да. Вода не накопилась. Да. Вот эти вот ее листья резные, такие на клен похожие. Это от этого дерева. Итем, а когда у них начинаются листопаты? Нет, мы вынуждены. Мы вынуждены. Мы вынуждены. Оберет вас. Ох, нахуй. Вот скажите, из к нему гнестового, у них ее рестнили. Подожди, дай мне к папоротнику. Я к нему хотела подойти. Когда листья почему называются гнестовые? У него кодовые свернутые, только вот видите, начинаете разворачиваться. А, вон они, вон они. Ай, паука зацепила. Сейчас. Я его там напугала, а он убежал. Пальма, 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 пальма. Вот это тоже фикус. У этого фикуса интересно то, что ветки все растут вертикально. То есть не под углом. И за счет этого, даже если они будут достигать 3 метров длины, они не будут падать. Какая прелесть. Слушай, мощный. Ну подрезали центровую, глянь. Ну это же первую, наверное. И уже видишь, у фикуса, смотри, ходульные пошли уже стволы. Они в природе вообще вырастают. Потрясающие. По нескольку прям образуют комнаты. И в этих комнатах даже живут люди. Да, да, да. Потрясающий фикус. До 4 метров. А вот это, что я говорю, стремились? Это такая щиточка. Вот это финиковая пальма. Это для тех, кто очень мечтает их завести. Они высокие. Очень высокие вырастают. Очень высокие. И очень широкий ствол в диаметре, наверное, около метра. А когда семена, вот это же и есть семена, получается, у клевей, да? То есть, чтобы никто не покушал. То есть, получается, даже если она кустом с детками все растет, несмотря ни на что, она все равно должна цвести, да? То есть, ее как бы нормальная позиция. Просто я почему-то считала, что это цветок-одиночка. И деток все время рассаживала, но при этом она хорошо, пышно цветет. Я думала, детки мешают ей. Скажем так, детки берут, ну, когда в одомашке несколько растений, сила распределяется приблизительно одинаково на всех. Поэтому, если у вас одно растение, просто цветок будет крупнее, ему будет больше силы, луковица будет крупнее. В этом есть. Но, в целом, если вы, скажем так, хотите сэкономить пространство и растения, чтобы выглядело более аккуратно, то можно их не рассаживать. А вот это? Шиклеры. Шиклеры, да? Да, с той стороны. А на улице вы такую не высаживали, если не похожая растет у вас? Шиклера есть еще пастролистная, но здесь ее, она видно дальше, да, там. Ага. Это папоротники все. Красавцы. Я считал всегда, что финиковые пальмы веток нету, один ствол, а тут я смотрю. Зима. Это, смотрите, есть финиковая пальма и какая-то из них тоже финиковая пальма. Левистона. Вот она мощная. Моя любимая. И вот тут тоже южная, если не ошибаюсь. Нет, это южная, это китайская левистона, а вот это два финика. Один лесной, один канарский. Помню из них какой. Какая мощная, красавица. Вот именно с вот этих фиников собирают плоды, которые мы привыкли встречаться. В природе, там где они растут. Какие стволы. Садят растения для будущих поколений, потому что садят глубину на три метра. И пока вот ствол не начнет вырастать над ямой, растение продолжается приблизительно 50 лет проходит. Поэтому всегда садят предки для потомка. Вот это что? Хамидорея. Хамидорея. Да. У нас есть несколько разных видов. Их виды разных, да? Да. Я вот смотрю, видишь листья другие. Хотя нет, это хамидорея. Нет, хамидорея. Тут написано. Да, хамидорея. А, кстати, вот она. Дима, это что? Это хамидорея и это хамидорея. У них просто разные виды. Смотрите, у них есть уже разные стадии созревания. Смотрите, у них есть уже разные стадии созревания. Это какая хамидорея? Пинна. Это уже кремезуточный вид. Рон какой-то. Тут другой. Веничек какой цветущий класс. Обратили в чём, смотри. Да, да. Да, вон там тоже. Ион зелёный. Да, весты. И вырастных видов. Там есть муски, жесткие растения, разные виды. И немного по-разному выходят. Ну и листочек другой, видишь форму. У нас хамидорея. Одного типа. А это такая как раздвоенная. Типа усики у мужчины. Вот. Глянь какая. Ух ты, какая прелесть. Сейчас её съем. У нас мужчина был. Класс. С ним бороться. Ну, вопрос ответил на объёмах, которые нет. Потому что помогают волонтюры. А мы все. Сотрудники тоже много. К сожалению, указывают свой участок, который да. Здесь занимается ременомидами. И мы помогаем. Ум. 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 объятный ствол, воронки какие-то тут, это всего лишь размер одного листа, вот, одного листа, обалдеть, смотришь и не веришь этому всему, столько лет уже кошмар, точнее приятный кошмар, это тоже хамедорея, на моё похоже только у меня листья короче, папоротник симпатичный, я смотрю, с этими шишечками, вот это его споры, вот именно у этого вида, находится сверху, поэтому этот вид очень интересный, обычно снизу под листом, вот еще, очень называют живородящим, потому что видите, споры уже проросшие, и они сразу падают, и маленькие растения прорастают, то есть им не надо время для того, чтобы проросло, а вот еще, да, вот-вот-вот-вот они, вот они уже проросли, ну а у этих наоборот, скоро долго полежали, в одессе, а папоротники есть примерно похожего вида, который в опоре вместе используется, не встречали такое, потому что я встречала очень похожие, они похожи, но там вот росли, не папоротники, папоротники будут гнить, они в воде не смогут, есть вариант флорариума, то есть это когда аквариум, есть в воде, это как у нас находится здесь, в нашей коллекции, а в самих аквариумах они просто растут, там другие виды очень похожи, я встречал, когда делают сухопутного растения из-за дыноя, некоторые есть виды, которые, аспарагу, допустим, а где же это, где же все-таки бирочка, вот, хотелось бы подсчутать, приучают, потихонечку заливают водичкой, я поэтому и думал, что вот очень похоже, у меня когда-то было вот такое вот. Например, в водоросли, скажем так, еще более низкий вид, а папоротник переходящий, они приблизительно вот уже начинают, скажем так, А, вот она, араукария, я думаю, что это знакомая, красавица, я вам ее покажу, ее красиво. Хотелось бы вот узнать, я бирочку искала, это же идет пальма тоже, вот, растение. У моего друга есть, я просто бирочку искала, так и не нашла, очень хотела посмотреть. Развязываются маленькие рамские, могли есть только высокопоставленные особы, если, не дай бог, какой-то простой смертный решил подегустировать, его ждала казнь, потому что это считалось растением, для силы, власть, энергию, ну, только для высокопоставленных особы. Я, кстати, тоже на нее поглядываю, все хочется приобрести. Думаю, какими-то свойствами. Какой-то? Жень, допустим, да. Симпатичный. Возболивающий или еще что-то там. Может быть. Вайка, Вайка, смотри, растет, кучеревая такая. Класс. Я там не достала, вон ветки его, там вот. У нас вот эта олеана, которая большая, это растигма вонье. Где? Вот, вот, бьется по балкончику. А, по балкончику? Да. А, класс в экране. А, я думаю, это из-за в Бразилии вообще. У нас, по-моему, приводит. Плохо против... А, вот достала, да, листики такие интересные. Цуалеты другие, чем природные хориалы. У нас еще больше было здорово. А, вот, корни от монстера. Да, да. Я же смотрю, высота корней от монстера идет. Почти высота дерева самого. Вольготно растет. Вот наш гибискус. Да, да, вот гибискус. Он такой уже многолетний, видно по стволу. Сколько ему? Лет 20, наверное, с ней не больше. Может быть. Может быть. Ой, какая прелесть. Вот это попротив симпатичный дамы. А, вот олени Рошкина. На олени Рошкина похож симпатичный. Похож, но... Сейчас, сейчас, сейчас. Флебодиум. Блюстар. Флебодиум Блюстар. Ну, он и видно, такой серебристоголубоватый. Вот это вот. Листики, да, похожи на пальму. Нет, которые... А это? Нет, это не пальма. Потому что когда... Малинерия. Это такие же короткие листики. Это куркулику. Капитуляр. Или там есть здоровье. Вам нет даже? Да, слушай. А, а я задумала, да, похожи на пальму. Я думала, что это пальма. Потрясающе. Плоды. Плоды такие удлиненные. Как с удлиненным. Там плотина подперевает. У нас кулига, это переводится. Это же саженцы есть. И плоды такие удлиненные. И они очень-очень сладкие. Вот эта старухенькая не весь прокаталась. Я здесь только. Я дальше не пойду. У вас растения сзади, чтобы вы не зацепились в наши столы еще, чтобы вы одеждали. Да одежду, то ладно, зашли. Не так много. Вот она, красавица моя. Нет, да. Если есть плотка флига, там очень высокая сельфония фруктозы. Сто тысячках. Вот моя хамедорейка. Вот она, родная. Класс. Вот это. Класс. Какой лист мощный, обалдеть. Класс. Класс. Класс.